Доработает ли Хави до конца сезона? Доработает ли Хави, Мунда Депортиво и Рак 1. Два издания рассказали такие инсайды, что в матче против Антверпена, который Барселона проиграла, Хави планировала предоставить отдых Левандовскому, Гюндагану и Ароуха. Которые всегда играют и нужно было дать им отдохнуть. Но позже, как утверждают медиа, вот эти вот перечисленные, Лапорта настоял на том, чтобы эти футболисты играли. Чтобы после матча с Жероной реабилитироваться и как можно больше игроков основы были на поле и смогли помочь победить Антверпен. Пусть принципиального значения эта победа не имела для турнирного значения, но вот репутационно да. В итоге они играли, а Хави объяснял включение в заявку Левандовского, Гюндагану и Ароуха тем, что Барса будет там ночевать в Антверпене, а значит эти игроки не получат должной игровой нагрузки и тренировочной нагрузки. А нужно быть в тонусе, и поэтому их взяли, и поэтому они будут играть. Но вот медиа немножко на другое надавливает, что Лапорта настоял на своем, плюс там Деку тоже поучаствовал в выборе состава. Я вот не понимаю, это конечно больше чем клуб, вопрос нет, это написано. А, ну сейчас уже не написано на стадионе, наверняка будет на новом написано. Ну, как это все вообще трактовать, вот эту историю? Веришь ли ты в то, что такое могло случиться, что в работу Хави могут вмешиваться менеджеры Барселоны? Конечно верю, конечно верю. Ну, непосредственно выбор на поле. Короче, я в такие истории, ну, не на 100% таким историям доверяю и не воспринимаю их как истину. Всегда тут есть сомнения, но в мое представление это вписывается очень здорово, на мое представление ложится очень здорово. Мне кажется, что достаточно давно в работу Хави очень активно лезет Лапорта. И это как раз таки тот элемент, который оценивая Хави, очень многие не понимают в полной степени и там аплодируют этим рычагам, аплодируют амбициям, которые показывает Барселона, не вникая в детали, не вникая в то, что в тактическом плане некоторые из этих вещей могут подставлять тренера. И самый явный пример для меня это, пускай Хави к его части не говорит этого публично и в то же время не позволяет проверить либо провернуть все эти вот опасения, которые я лично в своей картине Барселоны постоянно вот собираю и откладываю в эту копилку. Это очередное опасение в этой копилке. Это, конечно, Левандовский. Очень много есть индикаторов того, что Барселоне в том моменте, уже после Месси, нужен был футболист с большим маркетинговым потенциалом. И что это было важнее непосредственно нужд Барсы в конкретном моменте, требований конкретной позиции. И Хави потом пришлось очень многое затачивать, перестраивать, идти не совсем тем путем, которым он, наверное, планировал. Но плюс еще, может быть, это повлияло на возможность инвестировать в другие позиции. И мне кажется, таким самым большим примером, но я практически уверен, что влияние Хави ограничено. Здорово, если у него есть хотя бы последнее слово в трансферных вопросах. В некоторых случаях я не уверен, что оно есть. Ну и вот такие более локальные примеры вмешательства, они тоже случаются. Меня это точно не шокирует. Я не вижу ничего фантастического или экстраординарного в этой новости. Андрес спрашивал. Насколько, по вашему мнению, Хави заслужил быть уволенным из Барселоны? Есть ли какие-то признаки потери им управления командой? В случае увольнения Хави, какие кандидаты подходят лучше всего по отношению уровня готовности работать в текущих сложных условиях Барселоны? В качестве примера приведу Альгуасила и Дедзербе. Но они не факт, что захотят покидать текущий комфортный им проект. Возможно, еще Тенкаак, но его должны уволить из МЮ. Тут еще Словак в чате Ютуба предлагал Луиса Энрики в Барселону. Ну, смотри, я не инсайдер и не знаю, насколько Хави утратил или не утратил. Мне со стороны не кажется, что он утратил управление раздевалкой. Если оценивать непосредственно просто то, как он работает с тем ресурсом, который у него есть, мне кажется, это вполне хорошая работа. То есть, опять же, есть неудачные отрезки. Есть отрезки, когда команда ищет баланс, но он поставил позиционный футбол. В этом сезоне тоже я не вижу какой-то катастрофы, что Барселона безнадежно отстала во всех турнирах. Нет, они вышли в плей-офф Лиги Чемпионов. С первого места даже вышли. И в Ла Лиге тоже ситуация небезнадежная. То есть, наверное, относительно прошлогоднего чемпионства была изначально немножко завышенная планка. И все команды в четверке в этом сезоне идут в очень хорошем ритме набора очков. Это тоже нельзя игнорировать. Но даже в такой сезон нельзя сказать, что ситуация безнадежная. В игровом плане были отрезки провальные. Но в том-то дело, что я не уверен, что сейчас мы проходим через такой провальный отрезок. То есть, два поражения подряд это Фейбова, но против Жироны, мне кажется, что нельзя этот матч относить однозначно в категорию неудачных. Против Антверпена нельзя относить в категорию по-настоящему важных. Поэтому сейчас, мне кажется, плохая точка для того, чтобы кричать о кризисе именно игровом. Другие отрезки были в этом сезоне, когда можно было о таком кризисе кричать, и тогда Хави не уволили. Поэтому я сейчас не вижу именно игровых индикаторов, почему его нужно уволить. Если вдруг это случится, то, может быть, и прикинем на тот момент, кто будет доступен. Поэтому давайте пока постараемся опереться на тех, кого вы назвали. Я согласен, что не факт, что Альгуасиль и Дезерби покинут команду. Альгуасиль вообще нужно держать в уме, что он всю свою карьеру работает в Соседаде и с молодежными командами, с основной командой. И может оказаться, что это важный аспект, в принципе, того футбола, который он ставит, и его успешности, и прикованность к одному месту. Это может быть просто по-человечески ему удобно. И плюс еще то, что он работает с футболистами, которые либо росли у него непосредственно на глазах, либо которые приходят в команду, в которой он полностью царствует. И его авторитет никогда не ставится под сомнение. Ну, грубо говоря, это можно занести в это клише, что не работал раньше со «Звездами». Наверное, про Дезерби так тоже можно сказать, но, по крайней мере, он в более разных средах успел поработать и чуть более проверен в этом отношении. Так-то Дезерби, конечно, это тренер, на которого интересно смотреть в топ-клубе. Мне кажется, топ-клуб, который ему доверится быстрее остальных, может выиграть. Это, возможно, один из важных определяющих тренеров поколения. Так что не скажу, что это обязательно был бы даунгрейд для Барселоны после Хави. Но, на мой взгляд, Хави не проделывает какую-то сверхплохую работу. Я бы даже сказал, что он проделывает умеренно хорошую работу. Поэтому, да, ну, конечно, Дезерби – это интересный вариант. Был бы, если согласиться. Но, опять же, в Брайтоне, как вы заметили, достаточно комфортная среда. Да, мы еще Митчелла предлагали, естественно. Но тоже сложно пока говорить. Вот про Тенхага меня немножко улыбнуло. Не потому, что это удивительно сейчас. А просто я представляю, если Тенхаг приходит, ну, его увольняют от Манчестера Юнайтед, он приходит в Барселону и уничтожает. Просто выигрывает все. Пять лиг-чемпионов подряд. Все чемпионаты, все кубки. Представляете, насколько его сильно будут ненавидеть болельщики Манчестера Юнайтед? Типа, блин, что ты делал здесь? Что ты делал здесь? Ты представляешь, как в текущем статусе болельщики Барселоны слушали просто твой тезис. Приходит в Барселону и уничтожает. Субтитры сделал DimaTorzok.